так здравствуйте друзья так запись пошла мы с вами снова на моем канале перед вами одна из моих так сказать наших с ее мамы, с ее университетом, с ее научным руководителем профессором и со мной первым Жередом в наших сущных делах все вместе мы создавали вот это вот чудо природное знакомьтесь вот видите это уже то что я то чем я в Жерезу лично горжусь и так получает наша воспитанница уже человек самостоятельный вот она получает возможность повещать на Беларуси то есть виртуально дистанционно но уже ответственность какая то я сказал себе давайте мы на свежем памяти некоторые детали тем более не знаю что вы будете рассказывать о морозобойных на деревьях о их лечении и не лечении я уже специальный фильм сделал рассказал сегодня следующий у меня несколько таких фильмов запланированных следующий этап то есть речь пойдет о прививках давайте я с вами все таки познакомлю нашу общественность видите Долженный сад это ее личный сад по моему фотографию еще сделано давно когда никакого влияния влияния еще не было посмотрите где увидишь там искусственный искалеченный как то вот то есть интуитивно она уже была соответствующим садоводом вот это проходит практику у железовой не забалуешь работать надо вот она учеба вот она учеба 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 настоящая учеба всех бы так бы тысячи бы студентов студентов вот так бы проходили учебу к сожалению ничего нет того нет выпускники практически ничего я не вижу что не знают ничего не умеют вот это мы заготавливали черенки вот и можно уже практически начинать повествование да практически можно ведь каждый фотографии я же фотографировал то не для того чтобы девушкой вы полюбовались симпатичная а для того чтобы вы увидели как идет частности заготовка черенков и так значит осень длинные ветки метр это минимум два максимум вот и вы видите что остается после заготовки черенков остается раз два три четыре пять шесть почек нижняя из них считается не то что не полноценная но не другая роль в нижней почке это спящие просыпается только по необходимости когда верхняя часть по какой-то причине у дерева погибает мы калечим природу калечим да просыпаются нижние почки а еще остается потом еще покажу вот если смотрит сверху раз два три видите если курсор видно то на телефонах вообще ничего не видно раз два три это будет три побега может быть четыре побега вот так вот смотрите и на следующий год уже я четыре сервера два а два три четырех обычно мы считаем что эта фотография учебная поэтому посмотрели и пошли дальше вот вот чтобы идти дальше надо как-то уменьшить эту картинку она еще больше увеличилась вот интересно да вот эти эти почки раз два три четыре ну на той стороне может быть одна две не видно так как теперь убирать все это вот так убавилось попробуй так вот получилось идем дальше вот она заготовка в общем этот человек уже может доверить вырастить сад который называется привитый но это мне кажется не ее путь вот я бы и прочел бы учитывая внешность учитывая обаяние учитывая то что надо ведущим учитывая квалификации доверил быть руководителем канала телеканала который учит вот как минимум для начала ведущей телеканала вот вот часть ее работы видите вот это ее научная работа но мы на этом останавливаться не будем все-таки пойдет речь о прививках ну что будем дальше давайте вот так полистаем и посмотрим только фотографии где она прививает вот так вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь так ну давайте вот отсюда пойдем полюбовались на девушку полюбовались вот прививка значит смотрите один из способов прививки не только скелетный и не только у самой земли как я учу а это называется прививка центральный проводник и вы знаете неплохо получилось дикая ну не дикая на самом деле не дикая это вишня на собственных корнях так а потом я взял на нее привил дюк то есть это же вишня гибрид с черешней вот видите вот дерево палец дерево палец вот это прививка вы уже посмотрели можно и так прививать почти пол дерева уже новое почему хорошо срослось почему плодоносит да потому что они родственники а как получать вегетативные гибриды это тема другого разговора не она знает а будете знать и вы например белорусы а вдруг эта тема будет ее перемещание на Белоруссию вот так здесь что мы видим вот там где ее правая рука да продолжать прививка черного абрикоса на абрикос третий этаж это корневский абрикос привитый на манжурца вот эта прививка вот это где ее ладонь и вот это м� Speaker 3 это прививка черный абрикосы не сказать что родственники видите как эта опухоль получилась но приносит ягоды приносит спасибо вам на эту вот это скелетные прививки вот но мне кажется черная поликоса все таки ближе к алыче учитывая листья совершенно непонятные вкусные плоды темно-бордовые хоть и называется плоды темно-бордовые и настолько необычно это все но я опять отвлекся, но нельзя мне так на девушку не глядеть смотрите на прививку все пойдем дальше так мне все время отвлекаюсь что здесь делать вот в этой папке где написано прививки потому что я нет нет это папка досья на Савинич а потому что вот там деревья видите белые, это не побеленные это мои деревья мы садимся я не белю и ругаю те кто белит а моего соседа великолепного мастера по телевизору по ремонту телевизора его кол на голове тиши он все равно их побелил вот мои же деревья которые побелки не нуждаются так не собственные академики так ну где же прививки так сейчас это обрезка вот это прививка здесь плохо видно но прививка состоялась только что половина одна мертвая одна живая вот вот еще такой же случай так ну каждый комментирует мы тогда до прививок никогда не доберемся так прививки 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 ученицы которые будут привиты так а вот это я знаете я еще вот это потом точно к прививке перейдем вот эту фотографию я сделал уговорил ее чтобы она согласилась чтобы я показал всему честному валюту понимаете ну нет такого что вот надо сюда до вечера грамотиться ну нет этого нету одна проблема лично у меня как бы не потолстеть в этом саду только это и так не худой совершенно мало работы все само растет развивается выражая предельное вот ну давайте перейдем все таки вот сейчас еще покажу как я учил прививать ну ладно еще вот эту покажу это ее братья Иванушка вот это мы с ней прививали так на пару и на третий год мощно пошли деревья в рост на третий год вот персик кстати это персик кто не видел персика а их редко кто у нас видит в стране переросты переросты вот так все нет не оттыкаться идем дальше я блядь доберусь до прививки или нет вот такой до сей вот добрался вот и так я утверждаю что реносан привать умеет я ее учил привать только вертикальные ветки или почти вертикальные причем желательно несущие как бы сказать главные ветки вы знаете могут показывать боковую веточку вот такую вот сейчас может быть другую найду вот вот такую веточку привьют и говорят вот так надо привать а сколько на ней плодов будет хорошо все три штуки и смысл теряется а вот когда привается скелетная ветка тогда можно ждать урожая даже на отдельный период ветки она не потеряется среди основной материнских веток так ну значит есть такое выражение плохого не научили персики привают да поздно цветение привать поздно но это была учеба поэтому пришлось все таки ну пусть скажем недели раньше было бы чуть больше так ну что все теперь переходим к настоящей работе поехали итак перед вами папка учебная фотография прививки это надо бы делать отдельными фильмами отдельными книгами статьями но у нас как-то все странно и прививки у нас странные странные как правило прививка почка которая дает страшную рану все это будем проходить и теперь я вот что скажу мы будем работать по такому принципу очень интересному принципу дело в том что все мои слушатели они делятся на две части меньшая часть они настолько основательные методичные я должен стать так пункт пункт второй раздел первый раздел второй и там все а я придерживаюсь другого принципа не знаю помогает это или нет но мне легче готовиться а знаете я такое мое сравнение сам придумал попадает человек в чужую страну не знает ни одного слова вот попал еще вот и вот он чего я стране проходит месяц два а он ни одного слова не знает теперь очка нет и словарей нет ничего нет и через месяц два он начинает не бегло но уже с акцентом говорить уже на том языке как постепенно понимаете один раз не понял второй раз не понял и помаленчику помаленчику вникает в эти тонкости языковые вот и у меня помню этот случай в Москве на семинаре где женщина на третий день уже когда я наканчивал вдруг встал и сказал я ничего не поняла а я так старался там часть вот этих фотографий была что перед вами вот то есть мозги совершенно не подготовлены хотя я старался обходиться половина новичков я старался обходиться без терминов непереводимых которые вроде надо знать но тем не менее человек прослушал фактически зря тогда я придумал новую методику пусть будет как это представьте ведь человек зашел чужой язык то он в автобусе то он на лавочке сидит то он в шахматы играет то он в продуктовый магазин зашел и в голове что-то укладывается давайте по такому принципу то есть если бы они не были вот так перемешаны я бы специально перемешал но не сами перемешали поехали значит итак перед вами один из способов прививки скелет но особый случай дело в том что деревья привитые это привитое дерево они берут и выращивают это боковая ветка должна была быть от природы генетически расположена где-то на дереве на периферии дерева и раз идет целое дерево варти из почки с этой боковой ветки и тогда она принимает такую форму караул две тут должна быть одна ведущая вот центральный проводник а из двух две оказалось ну что ты будешь делать ну что а так значит рекомендует вот тут вот отрезать вот так у них другая папка называется обрезка и там вот тут вот я специально делал учебное колечо колечо дерево и вот тут делал страшную рану чтоб сказать не изумайте так делать а как надо а вот так во первых или она просто вторая которая чуть-чуть под углом менее вертикальная просто так отрезается и становится тростепенной у нее вот эти две ветки она будет развиваться но она уже не будет нести половину нагрузки по принципу разломаясь а будет нести какую-то десятую часть нагрузки после кардинального такой обрезки и уже вот это месте она не разломится не отломится и второй вариант это самое укорачивание плюс прививка какого-нибудь сорта для испытания не пропадать же добро имеется ввиду вот этот вот пенел следующая фотография итак мой любимый секатор дело в том что он как бы сказать-то можно сразу толстый суп не не перетолстую ветку не перерезать не перерубить а несколькими усилиями раз нажал два нажал три нажал и готово вот он мне этим нравится вот именно такого типа имейте ввиду это не дефицит просто обычный выбор большой но я бы выбрал такой уже прошло 20 лет я все еще такой же предпочитаю значит что вы видите привычный нож вот с односторонней заточкой сейчас такие ножи уже исчезли с продажи супер нож но время прошло кстати импортный сейчас все дорого а одно я потом покажу по-конкретней значит вот этот способ видите значит две веточки вот так вот делаешь вот то их можно стыковать одно и другое вот этот способ стыков на расстояние идет одно и третий делаются врачеб и потом вставляется как замок получается и можно без него без этого вообще посоединить подвозь поливаем но он слабеет намного на физической слабе вот ну теперь вот это все вот это мы взяли видите вот он пенетик врачеб посмотрите как аккуратно чтобы не было ни малейших щелей плюс сильнейшая затяжка вот она сильнейшая затяжка и дело сделано вот это называется прививка в расщеп вот пень в расщеп а вот эти посмотрите три разной толщины вески вот такая уже невозможна тут надо именно расщеп которая толстая а вот эти три уж совсем тоненькие и такие умею соединять чуть толще спички можно а вот это средненькая видите вот это примерно размер толщины скородач для вас самое оптимальное вот это очень толстая здесь очень трудно делать этот очень трудно делать вот этот вот большой срез очень трудно вот если толстая но что интересно как-то она повторяет конкретные материнские деревья вот чем толще будет это соединение чем толще подвой и соответственно прямой его подобрали такой же толщины тем больше вырастает дерево то есть вот возьму самое левое да будет расти почему наверное эта веточка не предназначена бы деревом вот это уже предназначено среднее такие деревья получаются достаточно компактные выраженные но когда вы научите сделать вот таких вот вот таких вот толщины два среза состыковали и вы научили примотали со всей силой и тогда у вас получается деревья мощнейшие я вам как-то покажу или показывал кто-то знает вот выше меня ростом со скелетом с тысячами плодовых после первого года но это мы еще будем проходить и покажу и вы будете приятно удивлены а вот кстати как нарочно вот это есть прививка однолетняя а вот за моей спиной вот видите там уже была сильная обрезка сделана но дерево ставлено навсегда вот это дерево маточное то есть смотрите все это будет выкопано продано и было так сделано а исключительно деревья самые мощные и самые здоровые потому что вы на моих деревьях не найдете никогда ни дли и в данном случае речь про абрикосы и про сливы которые я не опрышкиваю то есть сливы я делю часть опрышкиваю это сливы венклоды вам это слово ничего не говорит но если я начну углубляться мы никогда не закончим а сливы венгерки прекрасно себя чувствуют и на них никогда ни одной тринки нет вот если их не количество а здесь получается двухлетний дерево за мной остается навсегда потом вот это дерево что я держу наверное верхняя часть пойдет на черенкование на черенок и оно тоже остается навсегда и постепенно постепенно здесь меняется ландшафт уходит притомник он выдавливается вот этими деревьями которые переходят в разряд маточных следующий разряд они дают большое урожай косточки для вас и четвертое дерево на пенсии там уже я решаю убирать или просто жалко оставляю если есть возможность вот он питомник давайте посмотреть значит здесь даты нету а я сейчас посмотрю мульточку сейчас вот она дата ой ура ура 15 апреля вот бывает такая ранняя весна вот она 15 кстати вот эти вот когда я вот так делаю вы видите вот эту табличку значит это фотографии сделаны железовым вот а потом берется так делается сейчас покажу берется делается так вот вот ой сколько тут фотографий мы когда нибудь закончим с вами ладно тогда не буду искать время идет и так получается следующее а мы сделаем несколько серий и так вы можете тоже сходу начинать делать питомник выписали уже лиза тыщенку косточек пазырского гликоса вот часть оставлены навсегда будут плоды уже неплохие часть приведете вы можете быстро за несколько лет иметь и маточный сад и сразу и питомник на фотографии мой сын Артем это так он выглядит этот питомник как бы сказать то на новом месте скажем так это я тоже называю не пропадать добру если получилось что вдруг сеять разделил состава два побега что делать со вторым правильно взять появить испытать новый софт один из способов вот вот это фотография даже не сообразит тут надо долго глядить я бы такие делал бы знаете как я бы их на институт как бы вот лучше на приемных экзаменах а лучше на выпускных вот это и самое главное на все студенты думать соображать и наблюдать ну ладно собрать вот попробуйте вот сейчас я считаю до десяти быстро найдите в чем секрет этой фотографии почему она учебная так посмотрели вы конечно догадались видите вот здесь разрез прорезь сделана это же они у меня прямо в саду они прикопаны закопаны но еще не до конца видите тут между ними сели а им зимовать это все потом будет доведено до ума но главное это в этом когда начиналась эта эпопея с этими ведрами земли было по верхнюю кромку она была рыхлая она села прошло время она села теперь получилось вот это место вот и когда здесь будет снег а потом здесь будет лед а именно лед допустим начинает таяние да а она все промерзла и не пускает эту воду ночью лед днем снег или вода ночью лед ночью лед и тогда это деревья и даже питомники начинают гибнуть я такие примеры приводил но тех питомников не забрасывается продают санкции а у них уже в районе хранящейки уже подгнивание вот видно нет вот смотрите нижний левый угол прорезь видите и так на каждом дереве ой я заговорюсь и так на каждом в каждом этом ведре вот она прорезь она сделана специально теперь здесь застой нет все что будет доставит все вытечет все точка вот так я обезопасиваю это тоже надо знать так вот здесь эта фотография она мне нравится вот я и написано было я уже чуть блин пожарил так и было написано но если бы не было посадка вот в эту яму обратите внимание это яма да абрикоз да почвы видите она песчаная то все хорошо ну с нее же мы с вами это отвлеклись это же не способ прививки ну в общем да и так прививки по железу должны быть очень сделаны низко 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 по самой земле это обязательно вот это мне я фотографии в тот раз не нашел в тот раз не нашел а показывал вот этот рулончик живьем вот так вот показывал и рассказывал что очень интересная женщина моя ученица посторонница решила мне сделать подарок писала мне нож самурай и прислала вот эту пленку пленка это сантехническая я показывал это сопли они не горятся на прививку но на души а я еще думаю ну это бог нашептал поставь железу чтобы железу покритиковал вот это китайское деле вот нож заточен на две стороны и можно хлеб резать даже масло режет но не более того нужна полная переточка вот пятнышко видите вот не пятнышко как называется вот это вот самое ушко пятачок нет не так вот слово не буду подобрать в общем видите да это окулировочный нож подчеркиваю не прививочный окулировочный которым вот этим самым наплывчиком можно раздвигать достаточно острым чтобы разрезать кору и раздвинуть вот эту пятачку чтобы можно было делать какую прививку вот ту самую вот эту вот вот с которой я не связываться и связывать с вас не хочу именно потому что есть еще одна причина но она вроде бы не везла это все некогда именно к прививкам но я скажу не каждая почка является ростовой много было людей которые говорят я купил саду 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 седу здоров я посадил он вырос на метр и остановился рост все неправо я начинаю гадать пальцы загибать почки гепатогенные зоны нежива не мертва а может быть кончилось этот самый генетически это должна быть почка есть почка но взята с боковой ветки она должна была вырасти метр это за всю жизнь за всю жизнь и вот тут раз эту почку использовали не хочется она расти не положено не вырасти до высоты 5-6 метров не положено вот поэтому я еще и поэтому не доверяю этому способу а наш способ вот уже тут мы видим две полноценные ростовые уже шансов больше наверное вот эта которая слева наверное нарастает наверное все получится вот и так обругал вот этот самураи а человек выписывал как привычный нож не знаю что такое заточка на одну сторону время прививки ну как правило у нас это середина апреля как правило вот что такое середина апреля ночью минус днем плюс минус 5 плюс 5 нет может быть и минус 5 бывало и минус 15 ну резко и минус 20 но это редко а бывало и марки бывало плюс здесь 15 уже раз снег сошел потом бах вернулись морозы очень опасная эта вещь и для прививок тоже вот прививок два вот это сапоги моего зеленого сына Сергея припомнили где-то начинаем прививки вот в это время про бутылки чуть позже значит как ну сами видите все разброс может быть так лучше не засыпать только человек начинает засыпать под мой монотонный голод бах другая подглопит а что сразу просыпаю а это что а это та самая та самая это называю яхимерами время времени это проявляется меня-то мордой били об этом об стол за то что я химер якобы врач иногда такие проявления есть но это отдельная тема ну уже выросла такая ну заметьте пусть я горшки видите продано было вот там дальше видите горшки вот свежие прививки вот видите видите вот нижним правом видите нормально проявляется нормально а почему это не продано а вот именно потому что по большому счету это брак за ней интересно следить химеры они тоже имеют право жить вот ну химера другая тема пропускаю вдыхаю жалко вы заметьте никакой халтуры не продано уже цветет а не продано вот ну а что такое химера давайте в другой раз вот это вот привитые груши и вот их начинается развитие вот и в общем-то получается чисто как учебные фотографии по прививкам это не то это уже тема вроде бы другая посмотрите внимательно груши особый особый вид они больше всех боятся сырости вот у них особое строение листьев скелета вот у них все не так как у людей чуть не сказал у других видов вот и самое главное обратите внимание как распределяется дождь видели вот и никогда не ошмигивайте нижнюю часть умоляю вас никогда не вдумайте сделать так чтобы сюда где штамп сухой штамп они боятся сырости страшно короткие векции они защищают штамп листьями и вот такие вот формы вот тема другая но не мог я я пытаюсь спасти защитить от не вешать вот эти миллионы деревьев которые надо вот она растет неправильно растет вот вот так по-севетски все вертикально это чаще даже привитое дерево удается не так расти а вот так караул неправильное дерево хоть привито хоть не привито сейчас вырежем вот так вот чашу взял возьмем это самое распорки и вода пойдет по штампу и дерево сгниет этого до тех пор пока я не появился в печати а потом в интернете не знал ни один человек на планете почему а вот сказать какой ты самонадейный много на себя берешь да потому что я говорю это садоводство Железова по Железову и вдруг мне скажут да вот сто лет назад вот видите старое вот это и Железов скажет спасибо тогда я получается не первый а второй но тем не менее благодаря мне только люди узнают эту правду потому что она недавно забыта или никто никогда не связал формы скелета долголетия дерева именно с этими с дождями сыростью никто и никогда а теперь уже его знаете да питомник привитый вот и сходу знаете почему они низкорослые у них корневые они привитые эти яблони Сергеевны корневые отводки я их потом вам покажу вот и получается низкорослые деревья мечта я чуть не сказал этого короче они натуральные потому что настоящие корневых отводки когда палку втыкают она бросает искусственные корнями а потом растет растет и падает не дай бог на ней вырожай заметьте мой этот самый ерничание не дай бог вырожай пусть и без него полушазу падает на западе понятно там вырожай получает жирно-бетонные столбы вкапывают иначе не удержишь поэтому для нас северян только корневые отводки вот они они так же как вот эти палки они гарантируют быстро раннее плодношение вот пожалуйста я не обманываю раннее плодношение вот груша прям питомники вот знаете что получилось ее побресали купить сейчас это одна из самых моих великолепных деревьев ну и оставайся не купили ну и не надо вот так у нас и переходил переход они бросают и вытавливают питомник уже тень уже приходится питомник уже выкопали а садить уже не можно на это место вот и вы так же будете представляете каким деревом побресгивали груши да какой лады слово какое лады вот это не случайно у меня есть такие педагенные зоны и тут даже я беззащитен только одно обнаружение и больше сюда не садить вот ну когда там все с рамками ходишь ходишь надоедает и вот результат она не просто прежде чем погибнет она быстро дает урожай быстро и быстро надо это вернуть долг перед природой то есть продлить рот вот это гипотогенная зона мы с вами проходили и будем проходить Ирина Александрович единственная во всем научном мире кто умеет владеть рамками ну или по всей единственной кто-то независимо научился так подвойная вишня сибирская штамбова вот они могут давать приличный вкус огромный урожай но можно служить подвойной для черешин у них совместимость не очень но если постараться нужно брать количество иначе я череши бы не ел я не говорю что это все подряд проживается бывает половина четверть потерпения надо дать а это я вам продаю все вот по немножко вот питомник железово вот мы дали плане видите вот этого чуть не сказал юноша для меня он все еще юноша обратите внимание на качество становится смотрели вот это и есть настоящее качество а потом на вебинаре наверное на этом на следующем вам покажу такой ужас что людям предлагают какой ужас это невероятно это страшно даже становится ладно идем дальше так сколько минут я проговорил не знаю но люди наши советские люди не любят гены фильмы хотя бы что-то я успел сказать я вам честно скажу она выросла прямо в авгарске да и что дальше она не была вовремя куплена но наконец-то ее купили и благодаря тому что вовремя не купили вы видите хотя бы как бы как бы рекламный фильм поздновато пересаживать но не сильно обрезал здесь плохо видно но обрезал очень сильно так идем дальше давайте кучу пропускать иначе мы никогда не закончим кстати вот фотографию мне прислали человек надеется что у него знаете срастается по краям камбий на веточке и камбий подвое тут тут а он еще взял середину воткнул вот это пошла вот это пошла левая пошла правая середине пошла но это так тоже получается учебный фильм но вы тоже захотите в середку отколоть ну и наконец что получается давайте про бутылки эту фотографию мне прислали но все по железу итак прививка была накрыта вот рядом пробка значит человек еще не отрегулирует пробку снять вот даже сейчас он может бы снял пробку а вот видите там внутри пот это называю пот под конденсат вводом это значит что там влажность достаточно почему потому что ему еще прижиться надо в этих соединения подвозь прямой воду бывает насколько слабый ток там идет пока это же рано пластная рана пластная рана пока идет ток там слабенько в это время поддерживается влажность листьев за счет того что внутри 100% влажность вот он вот вот сейчас сделал пробку днем будет жарко она может просто сгореть это другая окраина допустим я сейчас вот там ну допустим у него плюс 20 отнем не дай богу будет 30-35 под бутылкой 50 значит вовремя пробку помог учебно сила хотя не я это делал а вот он снял и наверное я не знаю снял навсегда или нет но я надеюсь навсегда вот даже вот это вот нет не так даже вот это вот бутылка уже когда листы отпустились уже должна была снята даже раньше ну что на первый раз хватит тут такие тонкости пойдут ребята давайте будем считать что прививка это самое советую написать пожалуйста не могу многие так прививали вот но тем не менее назовем хотя бы советы прививочные пожалуйста что-то в этом ну что я закрываю эту лавочку еще раз посмотрим на человека который должен будет использовать эти советы эти советы именно читай лекции белорусам так 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 ну естественно иметь она право давать советы смотрите мы все его растили вы не долго растили вы третий год вы представляете вот здесь глина сплостная первый год плохо росло второй уже нормально а потом мы взяли череки на прививку я начинаю череки на прививку брать уже со второго третьего года ну меня дом перекрывали не годится кстати тема привычная вот охрана нельзя брать череки на прививку вот их деревья одни у них не устоявшиеся геномы чертся не устоявшие у меня хоть раз вы видели тихоев саду что не устояло свернулось дикое состояние нет такого не было я смело беру на это два года исполнилось минимум вот столько веток цена и вот когда я обрезку сделал ветки забрал оно было примерно где ее по уровню где ее левая рука вот смотрите вот так проведите черту мысли горизонтально вот здесь вот было и теперь посмотрите сколько наросло так еще и расти и расти и получилось потом мерили два с половиной метра это уже потом когда лист упал вот это есть ну и мне кажется что я имею право учить и теперь Ирина Александровна Савидович одна в двух в двух лесах вот и ученый и практик тоже теперь имеют право учить ну что давайте пока будущее науки вот они здорово это такое счастье когда дети это один на сотню если брать страну то только один на сотню имеют возможность вот так вот 19 июля кушать настоящую вишню да еще какую вкусную вот да еще заработать да еще вкусик то я вам продаю она не не укореняется она не не прививается и все равно вкусно вот видите я даже немножко рекламу подпустил покупайте эти семена железового не пожалеете это же я вырастил дерево и семечка посадил на гравий но это уже другая тема ну что будем расставаться с вами по крайней мере на сегодня 4 февраля скоро засучивать рукава ребят скоро надо будет заниматься всерьез так что не забывайте где лучший сад в России и где лучшие материалы те что мы называем прививки черенки косточки ну и сажен сажен за ним еще моя литература точно научитесь все остановлю трансляцию и блин все что так Продолжение следует...